Друзья, всем привет! С вами Виктория. Сегодня я предлагаю вам еще один рецепт испанской кухни. Испанская паэлья. Я очень люблю Испанию, испанскую кухню и паэлью, и поэтому хочу поделиться с вами некоторыми секретами ее приготовления. Блюдо не такое сложное, как кажется на первый взгляд. С ним справится абсолютно любой. Родина паэльи – это Валенсия. Получается блюдо очень вкусное, красивое, праздничное. Оно подойдет на Новый год, день рождения, Рождество или любой другой праздник. Существует большое количество разных рецептов паэльи. В разных регионах Испании ее готовят по-разному. Я вам предлагаю самый распространенный рецепт – паэлья с морепродуктами и курицей. Давайте подготовим все необходимые ингредиенты. Сначала займемся курицей. У меня сегодня куриные ножки. Также можно использовать куриные бедрышки или крылышки. Вот эту небольшую часть я обрезаю, чтобы блюдо смотрелось более гармонично и его было удобнее кушать. Далее подготовим помидоры. Понадобится 3 средних помидора. Я их заливаю кипятком, отставляю на 2 минуты. Затем достаю, снимаю кожуру и нарезаю помидоры на мелкие кубики. Вместо помидоров можно использовать томатную пасту. И теперь подготовим сковороду, на которой мы будем готовить нашу паэлью. Испанцы используют вот такую сковороду с двумя ручками с двух сторон. Если у вас специальной сковороды нет, то можно использовать сковороду плоскую и как можно большего диаметра. Сковороду хорошо поливаем обильно растительным или оливковым маслом и посыпаем солью, для того, чтобы при обжарке ингредиенты не подгорели. И сверху выкладываем куриные окорочка. Обжариваем окорочка не до готовности, а просто до золотистого цвета. Они должны немного обжариться сверху и схватиться. Доготавливаться они у нас будут позже. Пока куриные окорочка у нас обжариваются, подготовим чиризо. Чиризо это свиная колбаса с очень пикантным вкусом, которая очень популярна в Испании. Основной пряностью ее является паприка. Колбаса очень вкусная как в горячем виде, так и в холодном. Если у вас есть возможность, то обязательно купите и попробуйте приготовить именно с чиризо. Чиризо очищаем и нарезаем на средние кольца, не слишком тонкие, и добавляем курицы. Чиризо обжариваем вместе с курицей до слегка золотистого цвета в течение 5 минут. И затем перекладываем курицу и чиризо в отдельную тарелку и пока отставляем. 300 грамм кальмаров нарезаю на средние кубики и для красоты несколько штучек нарезаю кольцами. Обжариваю в течение 5-7 минут, как и предыдущие ингредиенты. Затем достаю, перекладываю в отдельную тарелку и пока отставляю. Кстати, если при обжарке кальмары пустили немного жидкости, то ничего страшного, она нам пригодится для дальнейшего приготовления. Затем 300 грамм креветок. У меня креветки крупные, я беру примерно с расчетом 2 креветки на человека. Тоже оставляем обжариваться на сковороде. Полное количество всех ингредиентов и специй я вам оставлю в описании под видео. И теперь подготовим овощи. Очищаем болгарский перец. Желательно использовать перец двух цветов, зеленый и красный. Конечно, если у вас есть только что-то одно, то ничего страшного. Перец нарезаем соломкой или кубиком. Я люблю нарезать и соломкой, и кубиком. И очищаем и нарезаем две луковицы. Лук тоже можно использовать любой, красный или обычный репчатый. Лук нарезаем мелко. Это самые основные овощи, которые используются в приготовлении паэльи. Лук и болгарский перец. Креветки обжарились. Перекладываем их на отдельную тарелку и отставляем. Вместо креветок можно использовать любые другие типа лангустины. Вот сейчас я буду обжаривать лангустины, которые я тоже рассчитала примерно 2 штуки на человека. При необходимости подливаем немного растительного масла. И тоже так же, как и остальные ингредиенты, обжариваем их. И затем достаем и откладываем в отдельную тарелку. И приступаем к обжарке овощей. Сначала обжариваем лук. Регулярно помешиваем. К луку добавляем болгарский перец. И мелко нарезанный чеснок. Добавляем нарезанные помидоры. И продолжаем обжаривать. И теперь пришел черед специй. Добавляем шафран. Чем больше у вас будет шафрана, тем ваша паэлья получится вкуснее. Все хорошо перемешиваем. И начинаем добавлять подготовленные калямары. Затем к калямарам добавляем чуризо. Каждый раз все хорошо перемешиваем. И обжариваем в течение нескольких минут. Затем выкладываем куриные окорочка. Я посыпаю специями. У меня здесь красный перец. И добавляю бульон. Количество бульона зависит напрямую от количества риса, который вы добавите. Средним это 1 к 3. То есть на 500 грамм риса вам понадобится минимум 1,5 литра бульона. Чтобы ничего не подгорело, я подливаю всегда на 100 мл бульона больше. Бульон желательно использовать либо куриный, либо какой-то овощной. Оставляем бульон с овощами и мясом на маленьком огне. Ждем пока он закипит. И пока подготовим рис. Для риса подойдет вот такой круглый рис, который не слипается. Желательно даже покупать рис специальный для плова. Либо рис хорошего качества. Так как он играет одну из главных ролей в приготовлении нашей паэльи. Сверху прямо в бульон высыпаем рис. Делаем это как можно равномернее. Ничего перемешивать больше не нужно. Если вот на поверхности осталось небольшое количество риса, как у меня, то немножечко его вот так слегка подвигаем лопаткой, чтобы рис покрылся бульоном. И оставляем тушиться при открытой крышке на маленьком огне примерно 30-40 минут. После 15 минут приготовления добавляем вот у меня такая фасоль. Испанцы любят ее добавлять при приготовлении паэльи. И также я добавляю немного зеленого замороженного горошка. Сверху выкладываем подготовленные лангустины и креветки. Также можно добавить мидии. Я в этот раз готовлю без мидий. И оставляем тушиться до готовности риса. Можно попробовать. Рис не должен быть слишком разваренным. Он должен быть альденте. Затем выключаем огонь. Хорошо укутываем сковороду фольгой полностью, чтобы не проникал воздух. И оставляем настояться. Это очень важный момент, так как рис будет еще доходить. Он в себя впитает оставшуюся в жидкость. Имейте это в виду. И не переваривайте рис. Получается паэлья очень-очень вкусная. Такое блюдо стоит приготовить хотя бы один раз в своей жизни. Надеюсь, этот рецепт вам понравился. Не забудьте поставить лайк. Пишите мне ваши комментарии. А я всем желаю прекрасного настроения. Поздравляю всех с наступающими праздниками. Берегите себя и своих близких. Субтитры создавал DimaTorzok